Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не знаю, красиво, мне нравится Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Кольцо хотела сфотографироваться не вижу ни одного нового велосипеда все можно сказать ретро даже такое ретро какая-то церквушка у меня постоянно запотевают очки не могу тут обязательно в маске ходить а у меня все время очки запотевают ни черта не видно такой красотой не могу полюбоваться ужас с этой стороны четырехэтажный дом а с этой только вход не видно ни черта солнце светит сразу видно что южная такая культура все еще зеленая январь но не все зеленая многое блин как там высоко еще деревья это пойдем там звон колоколов надо бежать бежцы видишь бегать и это и на велосипеде можно без маски такое красивое здание тут и его не оценить в полной мере что ограниченное пространство не отойти не подойти заяц уже устал всю дорогу на гору на гору на гору забыл как называется этот по-чешски лановка здесь вот есть этот паровозик который фу паровозик трамвайчик который на гору ездит вот кто-то живет там вид конечно фантастически открывается он итальянцы вот здесь вы скинет тачит а камерка да 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 я в респиратор там видно городочек я не пометую кам заяц не знаю мне всегда почему-то нравятся итальянские испанские языки как-то приятно звучат так весело и задорно заняться так лучи проникают сквозь деревья красиво это еще не конец копца вон там старый старый бергама начинается вон вот у кого-то домичек красиво да да блин пальма растет а я удивляюсь почему листья на деревьях высотище а ничего не видно там все в тумане да вот она настоящая красота наслаждение ты посмотри с какую мы с тобой гору вошли ё-мое заяц смотри сколько тут пальм растет ужас как в Греции одни пальмы а это Альпы да это Швейцария и Альпы 40 километров всего-то пошли до Альпы пешком вот это того стоило конечно но итальянцы нашли себе красивое место пальмы растут горы все как я люблю да да такой красоты я еще в жизни не видел ну может быть в Армении там тоже красиво было еще разочек красоту вообще круто мне очень нравится обалденно да очень все узенькое такое летнее пальмы растут я имею тут такие узкие улочки и вон эти грузовички еле еле выезжают не надо я не снимал но не воду не замапал ха-ха-ха заяц говорит чуть мужик ее не задавил но говорит неважно помахал и поехал дальше хотел вам показать вот такую штуковину я думал что это за маятник такой непонятный тут вот ручка можно шатать оказывается это вот воду наливать куча куча скутеров электрических и не электрических тоже он полиция кстати сейчас меня поймают мигранта еще хотела мулочку показать вот здесь только что выезжал грузовичок оттуда я тут пешком не разведешься как первое впечатление вообще очень красиво колоссально непередаваемо сколько мы отходим сегодня еще ни одного нового здания не увидел все вот в таком вот стиле красота мы наконец пришли называется санта мария маджор и маджор и мажор короче да открыто открыто я думал тут большая большая площадь судя по фотографиям по всем и запахи я даже через ковицу и чувствую как тут вкусно пахнет санта мария маджора я википедию ребята не читал что тут рассказать не знаю хорошо у зайца есть рыбий глаз камерка я википедия я википедия ну пойдем посмотрим очень красиво да мне тоже нравится на виден так что ребята извините внутри вам не покажу нельзя там снимает запрещено но зато мы купили презент тещи показывай кристалл кристалл подожди тут что-то нарисовано какой-то точно наверно да папа римский папа и крестик еще две открыточки поедут зайцы себе купила как бомжи ложились на земле о туалет 90 центов фонтаны тут есть в чехе с фонтанами вообще беда здесь побольше но это южное место конечно на юге и всегда фонданов больше конец не успели мне вот та улица понравилась там типическая итальянская башня то раньше богатые итальяне строили себе такие башни у кого уж этот богач идем по той улочке которая ведет на лановку забыл которая как называется что-то у меня с русским языком последнее время совсем плохо практика только с родителями общения так что извините булочка вообще очень красивая сказочная все улочки сказали на этой улочке красивые нашли сейчас магазинчик с одеждой а там скидки 500 процентов надо обязательно что-нибудь себе стали привести такого мудного пойдем смотреть заяц уже что-то там мерить мне нравится очень красивый но это мне не нравится вот это нравится не знаю не славить бы и кареты я все такой типу женщинку а люди не написали на заяц идем мужской зал заяц ходь со мной чисто для мужиков заяц тут будем с ватебной костинку куповать путь и там очень понравились кеды советские за 50 евро кожаные такие прям ну как советские в советском стиле они но итальянские ну понятно мне больше понравилось их хочется вот такие прием называются можно мяч пинать и ничего бы не стало и ботиночки понравились на те блин 200 евро это конечно дороговато для ботинок но изготовлены в италии у меня всякие вкуснятины пес ты вегетарианской зайцы пиццы Ооо, посмотри, всякие макарошки. Такое такое. Ё-моё. Похоже вам на Неву, не? Ё-моё, да-да-да-да-да-да. Смотри, всякое тут дребеденье. Смотрите, там пицца с насечком. Не, наверное, вторая. Да, ту. Второй. Ту? Да. Это чес? Да. Это чес? Да. Хорошо. Так, ты можешь дать мне одну пиццу. Эта. И эта. Эта? Мы сейчас объедимся с зайцем. Невероятное количество людей в этом магазине. Говорит о том, что он пользуется спросом и среди итальянцев. так что мы тут затарились, зайцы всякие вкуснятины накупил. Заяц фоткает пиццу на фоне магазинчика. И это не так. Что это такое? Панифицио... 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 Тес... Тес... Не... Не знаю. Трес... Сол... Трес... Сол... Трес... Не... Тешки. Прям как в Чехии. Здесь на этой площади очень похожий такая... Стиль. Но все равно везде ставни. Чтобы солнышко летом не мешало. О! Первый новый дом вижу. Эх... Соленский домоан... Т�-тьюр. Эй... Тебя... Т�-тьюр. Эй... Т�-тьюр. Э Catalяна. Эх... 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 Эх, Эх! Эх! КОНЕЦ С Зайцем идём на фуникулёр Бежим, бежим Ты меня видела вообще, что я иду? Как в Праге Зайцем идём на футбол Бежим приехали на лановке наверх ты наверно самая высшая точка бергама а там вот в этой вот серой мгле где-то бергама но не видно потому что мы выше облаков тут посетители сидят еще один медведи рядом мама с папой пьют вино а малый пьет сок я снимаю ничего не вижу в этот маленький мониторчик фуникулер я вспомнил тут же написано фунику фуникуларе серёжа фуникулер по-русски по-чешски лановка так ребята подождите вот то видео с красивым видом сверху было вот с той низинки это вот старый город там внизу мы сейчас еще и над ним сама бергамата и не видно толком там еле-еле что-то просвечивается да правильно сказал заяц правда матом фуникулары но едь мужик давай новой не хочет он ехать везде пальмы растут на горе должен снег лежать тут пальмы молодая фуникулары электрический лишь как тихо поехал он даже не рулите кстати тут теплей тут теплей вот у кого-то вид из окна вот так вышел на балкон да а тут у тебя ничего не видно его мы выше облаков он облака под нами вот тут на таких ездят чё я снимаю все время непонятно тут может быть снег на улице январь снега нет какой снег там где пальмы растут не знаю горы отсюда хоть видно немножко плохо что облака опустились вниз так город с высоты не видать вот у кого-то житуха красота вид на пол италии стоишь кто-то крепость строил камни все тянуть сюда дружишь молодцы монументально все на века я не знаю видно вам не видно там за деревьями город внизу в низине пойдем наверх зайца до на крепость нату молодцы каждый камешек он как плотненько прилегает что тут за фонтан милана ну уж сегодня не поедем человек сегодня хочешь до милана еще ехать завтра встанем в 5 утра нам завтра в обед уже надо налетишься его в аэропорт наверх подняться альпы ребята воды нету потому что январь заяц тут хочу свадьбу вон там сколько людей ходит как они туда поднялись тут хочу пойдем вниз где есть бы свадьбу да смотри как красиво вот эти бы деревья я бы спилил к чертям потому что такой вид и все закрыто возвращаемся на автобусе домой так сказать автобус выглядит лучше чем в архангельске даже здесь вот там какой-то львенском маленьком городишке вот стена там пальмы сколько камня сколько всего настроено сейчас тонь сядет с моим зайцем тут автобусом жалко ничего не видно как обычно вон наш автобусик уехал прям такой маленький рим сейчас играю в танки там италия тоже так же выглядит банк и италия что ты зайц я чекам не бой идет идет за мной ну то поля обрезают точно как в архангельске такой правда южный южный городочек не могу себе представить здесь зиму или снег как этот фильм приключения итальянцев россии так вот на питер похоже тоже это не там где-то в центре банка популяре дебил бергамо бергамо заяц там да конечно води заяцу не нравится что много черных вон но красиво вон что красиво да вчера было много везде ставни везде тонь тонюсенькие окошки тонюсенькие а тут до лета осталось я на две недели о книг купец и либре либре надо куда-то сходить с тобой заяц правда купить вон тут новые дома встречаются видишь в этом в новой части бергамо 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 правильно да вон еще два тут их больше там вон вон они зашли в обход сейчас мы идем номер я вам покажу в свете дня номер как выглядит вчера вечером там ничего не понятно было это какие-то бичуганы ленцы и все горло пана мы точно поняли это сегодня ночью как они там из бар выходили вот еще один представитель представителями плохо что итальянский не поймать как бы все бы разговоре бы поняла опять книжки не там он и ей не детские есть я бы купил бы какую книжку только я там тоже ничего не пойму вот эти засранцы нам не давали всю ночь спать надо бы прокалывать колеса знаете выпустим вздух из глумы чтобы хоть эту ночь выспаться и все одни мопеды скутеры 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 и сколько их тут кошмар вот опять смотрим новый велосипед есть не то все на ретро велосипедах ездить о какой но новый ладно под ретро но толстый здесь мы утром кофе пили это уже наша улица он верстак вместо столика красиво здесь покупали кофе эти штучки я не знаю здесь есть сейчас магазинчики какие-нибудь купить опять скутера 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 они тут целую зиму ездить потому что зиму нету хочешь на пиво он можем пойти сейчас быстренько домой на пиво а потом подожраны пойдем гулять вон наш дом да это подожди сейчас пролетит роналт французский вот это я сегодня ставлю не с утра открыл вот внизу здесь ресторан а это наши два окна потому тут ночью шалман так А, темно. Ай. Попасть надо. Я буду в боты ходить. Ой, как тут вкусно пахнет. Да, на эту камеру, конечно, надо GoPro для того, чтобы показывать. Да, зайцы? Наш номер. Выветра метрошку. Так, ребята. Обещанная экскурсия по номеру. Только на айфона сниму, потому что на эту камеру что-то вообще ничего не влезает. Такая красивая прихожка. Мешочек. Здесь, я не знаю, столетняя плита. Еще я не знаю, кто у них тут. Кто в Италии? Кто и в Италии знаменитый был воевода? Переодевался, в общем, там. Тумбочка тоже, я не знаю. Такой сундук старый. Открывается, но открывать не будет. Там светильник стоит. Ну, зеркало, конечно же. Вообще. Кухонька. Хоть вытяжка есть. Есть вообще все для жизни. Я так понимаю, это квартира, наверное, скорее всего. Потому что тут дальше квартира. Это жилой дом, скорее всего. Больше всего мне этот шкаф понравился. Такой серьезный. Причем тут доски, как в сарае. Полностью деревянный. Никакой фанеры. Тогда ее еще, наверное, не существовало, когда ты шкаф делали. Извините за бардак. Такой тоже есть. Мы там деньги прячем. Внутри. Здесь у нас второе окошко. С таким маленьким балкончиком. Блин! Я хотел вам вот этот пылесос подавать. Это обалдеть вообще. Ретро. Ретро пылесос. Я смотрю, тут люди вообще не парятся насчет ретро. Купил, работает. Все хорошо. Европейцы, кстати, многие так делают. Но мне нравится кресло. Вообще средневековое, наверное. Что-то тут написано. Кстати, сделать такое кресло легко. Он просто вставляется. Укой-те. Все. Я не рискую садиться. Я думаю, подо мной оно сломается. Я что-то разжирел последнее время. Такая полочка тоже просто деревянная. Все книжки на английском. Хоть бы одна на итальянском была. Даже комикс есть. Дальше там ничего интересного. Мне больше нравятся вот эти окошко, конечно, ставни. Окошко тонюсенькое вообще. Ну, блин. Я не знаю. Никакого отопления тут толком нету. Вот этот радиатор. А, два радиатора. Два радиатора, да. Ну, в принципе, хватает. Вид, красота. Балкончик, конечно, малюсенький. Ну, в принципе, достаточно вот так выйти посмотреть. И мы, кстати, единственные, кто тут имеет балкон. Это второй наш балкончик, а дальше ни у кого балконов нет. Ну, товарищи черные. Сейчас с зайцем тут дела дома поделаем. Пойдем что-нибудь перекусить еще раз. Еще раз перекусить. Мы только и делаем, что жрем. Ребята, я вообще в шоке. Там уже 40 минут видео, оказывается, идет. А мы это еще только полдня прошло после обеда. Так что все, хорош. Это будет одна серия. Следующей серией мы едем в Милан. Но это тот же день для меня. А для вас это будет аж через неделю. Так что не забудьте подписаться, чтобы не пропустить, что у нас там в Милане случится. Давайте, все. Пока-пока. До встречи через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok